Продолжение следует... В 1987 году на улицах Уфы появился странный человек. Он был угрюм, немногословен. В родной стране он считался преступником, осужденным на 7 лет за измену родине. Его могли арестовать в любой момент. Он ходил по городу детства, пугаясь собственной тени. И каждый раз, когда он приходил туда, куда шел, маршрут обрывался. Родительского дома уже не было. Дверь в училище заперта изнутри, в театре выходной. Всем своим видом город будто говорил ему «прошлого нет». А люди... Племянников вообще видел впервые. Чужие ему люди. Сестры изменились до неузнаваемости, стали чужими. Умирающая мать его не узнала. Думала он не настоящий сын, а ее галлюцинация. И вдруг он увидел избу, обыкновенную деревянную избу. Улыбнулся и заявил, что хочет ее купить. Вернувшись в Париж, в свой салон на набережной Вольтера снова заговорил об избе. Какая изба? Неужели он планирует прилетать в Уфу в отпуск? Да и зачем самому богатому артисту в мире балета, владеющему островом в Средиземном море, деревянная изба в Уфе? Его не понял никто. А ведь тот, кто был способен понять эмоциональный порыв Рудольфа Нуреева, мог бы понять и скрытую трагедию, давно ставшую нормой жизни этого признанного гения. Про него говорили в глаза и за глаза гений. И сам он считал также гений. И вел себя так, будто мир для гения не удосужился придумать никаких представлений о морали, этике, этикете. Вообще для Нуреева не было ничего святого, кроме одного – классического танца. И именно этот человек 16 июня 1961 года совершил гениальный кульбит. Но тот прыжок свободы в парижском аэропорту Ле-Бурже и был волей судьбы. С того дня Рудольф Нуреев постепенно обретал то, что в принципе мог и не обрести. И одновременно терял то, что в принципе мог бы не потерять. И то, и другое длилось всю его оставшуюся жизнь. До самого последнего дня. Париж. Ариан Дольфюс боготворила Нуреева с детства, с тех пор, как 12-летней девочкой увидела его Ромео. Став журналисткой, она много раз брала интервью у своего кумира, а потом написала книгу. Недалеко от оперы Гарнье, церковь Мадлен. Я не знаю, какому богу молился Нуреев, но он приходил сюда в мае 1961 года, когда в течение месяца Кировский театр гастролировал в Париже. Нуреев просил бога оставить его в Париже. И потом, в конце жизни, Нуреев тоже приходил в Мадлен. Сложно сказать, зачем. Он не был верующим. Быть может, он приходил к Мадлен как свидетельница и соучастница его потаённого замысла, тайного плана, в существовании которого он боялся признаться даже себе самому. Париж видел его в самых разных ролях. До 16 июня 1961 года он был советским гражданином. После 16 июня гражданином всего мира, кроме своей родной страны. Полицейские объяснили мне, что придётся подписать требуемую форму с просьбой об официальном предоставлении убежища. Но прежде я должен провести в комнате пять минут. Один, размышляя о решении, которое я собираюсь принять. Наступила тишина. Я был один. Мысли возвращались к родным, учителю Пушкину, ставшему для меня как бы вторым отцом. Тамаре, девушке, которая мне нравилась, которую, быть может, я даже любил. Санкт-Петербург. Тамара Закрыжевская всю жизнь работает в Российском институте истории искусств. И вряд ли кто догадывается, что она и есть та самая Тамара, о которой думал Рудольф Нуреев в минуты принятия решения. Мы познакомились в 1958 году в Мариинском театре на каком-то спектакле, когда Рудик не танцевал, он просто был в зале. И одна моя приятельница, был антракт, стояла и разговаривала с каким-то молодым человеком, таким субтильным, худеньким. Мне и в голову не могло прийти, что это Нуреев. Она кричит мне, а Тамара, иди сюда. Я подхожу, она говорит, познакомимся. Это Рудик Нуреев. Я была ошарашена. И я, конечно, будучи еще дурочкой, я начала хохотать. Причем хохотать не остановиться было. Через несколько дней я пришла в театр купить билеты на спектакль. И вдруг ко мне подходит Рудик и говорит, скажите, а почему это вы тогда так смеялись? Я сказала, извините, ради бога, Рудик, но я вас представляла совершенно другим. Для меня это была полная неожиданность. Он говорит, каким другим? Высоким, красивым и черным. Вот так у нас завязался разговор. Этот разговор растянулся на три года. О чем же могла беседовать студентка филфака ЛГУ и малообразованный провинциальный невоспитанный дикарь, который вообще плохо ориентировался во всем, что не имело отношения к танцу? Да, собственно, обо всем на свете. Хотя бы о детстве, таком не похожем. Уфа. Сегодня в школе, где учился Нуреев, хореографическое училище, носящее его имя. Рудольф очень всегда любил рассказывать про необычность своего рождения, что он родился под звук колес поезда, который мчался в город Владивосток, куда ехала мама уже с тремя дочками, старшими сестрами Рудольфа. И ехала она на службу к отцу Хамету, который служил там политруком. Старшая сестра Роза – это была самая любимая его сестра, которая его поддерживала во всех начинаниях, именно связанных с танцем. И он ее любил, и она ласково в семье его называла по-итальянски Руди. Первым директором этого училища был Алик Бекчурин, в прошлом солист балета. Вот место, где сейчас стоит памятник Салават Юлаева. Нас в детстве, из детского сада водили на прогулку на это место. У него, допустим, одежонка была перешита из одежды старших сестер. Мать его на плечах водила в школу, потому что тротуаров не было, грязь. Он был обыкновенным мальчишкой из очень бедной рабочей семьи. Но однажды, если бы только его мама могла представить, каковы будут последствия ее благородного порыва. Его мама, будучи фасовщицей на кефирном заводе, она выиграла в лотерею билет на балет. Тогда у нас национальный балет был поставлен «Журавлины песни». По легенде, когда журавлей спасают влюбленных. Вот и все. Журавлинная песнь спасла не только влюбленных, но и семилетнего Рудика. Оказывается, мир бывает другим. В нем не только голод, холод, грязь, грубость, нищета. Он может быть красивым, добрым и щедрым, наполненным упоительными звуками. И самое главное, этот мир завораживает магией движений, которые тут же хочется повторять. И он повторял. У Руди врожденный талант танцевать – это дар, говорили матери, соседи и друзья. И его мама, Фарида, не могла понять, и что теперь с этим делать. А отец и слышать ничего не хотел о танцах. Единственный сын будет военным. Но в 11 лет одна из пионер-вожатых повела его и других детей в дом, уфимский дом ученых, где состоялась встреча с удальцовой в прошлом, балериной, которая блистала в труппе Дягилева. И когда его попросили станцевать лесгинку, гопак, и она сказала, мальчик, за 50 лет работы с детьми, я могу с полной уверенностью сказать, что ты должен танцевать, ты должен учиться классическому танцу. И предложила ему заниматься вместе с ней. Время понеслось совсем быстро. В сознании юноши танец и мечты о другой жизни слились в одну эмоцию. Он танцевал, как дышал. Не задумывался, зачем он это делает. Мог часами смотреть на поезда, уносящиеся вдаль. И тоже не понимал, зачем. Или изучал географические карты. И тоже не задумывался, для чего. А потом, во время первых гастролей в Париже, почему-то купил детский электрический паровозик. Оказывается, мечты сбылись. Рассказывал ли Рудольф обо всем этом Тамаре? Наверняка. Да? Впрочем, о парижском паровозике вряд ли. Ведь они расстались на 28 лет. А вот о маме, о невероятной привязанности к ней, о своем чувстве из разряда необъяснимых и очень сильных, и о том, как впервые вышел на сцену башкирской оперы все в той же журавлиной песне, на которую привела его в 7 лет мама. Точно говорил. И это самый первый снимок Рудольфа Нуреева в балете «Журавлиной песни». Партия Джигита в 6-м. Партия буквально 20-секундная, но она была очень значима для Рудольфа. Ему было 15, когда невероятно талантливого паренька из ансамбля народного танца приняли на курс подготовки артистов балета при Уфимской опере. Но рамки кардебалета были слишком тесны. Он грезил только о Ленинграде. В августе 1955-го 17-летний Рудольф впервые пришел на улицу Зодчего Росси. В этом возрасте юноши, как правило, уже завершают обучение в Вагановском училище. «Молодой человек, из вас получится блестящий танцовщик или полный ноль? Скорее всего, из вас ничего не выйдет», услышал Нуреев приговор педагога-экзаменатора Веры Костровицкой. Но расслышал на самом деле только последнюю часть фразы. «Его берут». Санкт-Петербург. Артистка балета и педагог Марина Васильева была среди тех, кто в тот год познакомился с новым учеником. Поначалу было очень трудно с дуэтным танецом, которым он не владел. И Николай Николаевич Серебренников, наш педагог по дуэтному танцу, он, естественно, поскольку я была и маленькая, и худенькая, и, в общем, крепко стояла на ногах, он стоял меня с ним. Я страшно мучилась, переживала, говорила, умоляю, не ставьте меня с этим Нуреевым. В училище новичок уже в первые две недели умудрился показать характер. Его зачислили в шестой класс, а он настоял, чтобы его перевели к самому сильному педагогу училища, Александру Пушкину, в восьмой. Наглость неслыханная, дерзость невиданная. Но ведь его перевели к Пушкину. Рудольф занял центральное место, таким образом оттеснив тех учащихся, которые, значит, на этом месте стояли. Без всякого стеснения, безбоязненно. Ну, такие взгляды были, конечно, как это он посмел, значит, занять не то место. А Пушкин, он внимательно следил за ним, но так одобрительным взглядом только, каких-то замечаний ему не делал. Но как бы ни старался, суперодаренный Нуреев технику за два года он не набрал. И тогда директор принял мудрое решение. Не выдавать ему диплом, а дать возможность еще целый год учиться. И уже в мае 1958-го с ПДД из Корсара он победил на международном конкурсе артистов балета в Москве. Невероятно, но факт. Его звали в Большой, но он был верен Ленинграду, Кировскому. Естественно, его взяли в тот Кировский театр, в котором мы с теми были. Наталья Михайловна Дудинская обратила на него внимание и взяла на днем опекунство такое. Лауренсия взорвала Ленинград. Такого пылкого франдоса еще не видала эта сцена. И это было только начало. За три сезона в Кировском Нуреев станцевал 17 партий. Сказка. А помимо сцены была еще жизнь, которую Рудольф наконец-то хоть немного начал замечать. Рудик никогда не был в драматическом театре. Ему казалось, что это не для него. Я ему говорю, Рудик, ну давай один раз ходим, если тебе не понравится, то больше не пойдем. И я его повела на идиота со Смоктуновским. И Рудик, он был просто раздаблен, околдован. Он вышел, он не мог говорить, он молчал. Потом он попросился, говорит, можно, когда у меня не будет репетиций, я буду ходить с тобой в университет. Я говорю, хорошо, я попрошу в деканате разрешения, чтобы тебе разрешили. И Рудик стал со мной ходить не на лекции, а на спецкурсы и на спецсеминары. А потом было самое интересное. Балетная труппа собиралась на гастроли в Париж, на родину классического балета. К началу гастролей Нуреев уже был ведущим танцовщиком Керовского театра. И, конечно, когда мы поехали в Париж, Рудик завоевал французскую публику просто тут же. Все газеты пестрели, воспевали его и технику, и внутреннюю вот такую энергетику, такой темперамент его. И он танцевал и с Аллой Осипенко, и с Сизовой. И, в общем, Париж просто гремел. Я танцевала с ним акт Тиней из балета «Боядерка». Это было концертное исполнение. Я вспоминаю, что действительно после нашего исполнения два акта из «Боядерки» был огромный успех. И подошел художественный руководитель, в то время был, Константин Михайлович Сергеев, и Рудик ему говорит, «Вы слышите, какой успех?» «Слышите, какой успех?» Сергеев говорит, «Да, но Рудик, ничего удивительного. Сегодня же суббота». Вот это я запомнила на всю жизнь, да. Человек, который радовался тому, что вот успех не только его личный, а действительно театра необыкновенный был успех. И так его как-то пресечь. Париж. В тот вечер на спектакле был и журналист Жан-Клод Ген. Меня пригласила подруга посмотреть на необыкновенного танцора в «Боядерке». Она сказала, что его зовут Муреев. Я был поражен. Для меня это был великий момент счастья и удивления. Париж. Это был сон, в котором он мечтал оказаться всю жизнь. Но разве может присниться то, где ты никогда не был? И вдруг он просыпался в парижском отеле, а сон не прекращался. И длился целый месяц. Улицы и площади, набережные и музеи, кафе и парки. Звуки, краски, запахи, ритмы, интонации. Все иное, другое. Свобода. Точнее всего лишь один ее глоток. Но он пьянел. И кто же в таком состоянии задумывается над последствиями. А рядом сопровождающий в штатском тотальная слежка, угнетающие запреты на все. Но разве можно запретить дышать? Первое, что Рудольф вычислил, это расположение черного хода в отеле. Он сбегал каждую ночь. Новые знакомства, встречи, бесконечные разговоры. О днем Лувр, музей Родена, да и просто прогулки в одиночестве. Но только не строим, ни на автобусе, в котором возили по городу всю балетную труппу. И мысли, словно молоточек у виска. Что дальше? Он же видел, не мог не видеть, что его поведение шокирует. Но впереди был Лондон, который он мечтал покорить своим танцем, как уже покорил Париж. 16 июня 1961 года вместе со всей труппой он приехал в аэропорт для буржуа. Я последняя уходила в самолет. За мной стоял только, оставался Рудик. Когда я уже прошла, то сопровождающий наш, Виталий Дмитриевич, он сказал ему, Рудик, вы не летите в Лондон, вы летите в Москву. Опишу я. Потому что я понимала, что что-то происходит, конечно. Мне сказали, проходи, проходи, проходи. Я прошла. Зашла в самолет. Сидел директор Георгий Михайлович Коркин на первых сидениях. Я ему сказала, Георгий Михайлович, сделайте что-нибудь, чтобы его сейчас посадили с нами в самолет. Алла, я сделала все, что от меня зависело. Я посмотрела в этот иллюминатор и увидела Рудика, который вырвался на поле и начал бегать. Кулаками бил, стены, здания аэропорта. В КГБ не желали мириться с фактом побега. И все годы, вплоть до перестройки, Нуреев был в постоянном страхе за свою жизнь. Подножка, удар в спину, автомобильная авария, травма ноги. И вот он уже без сцены навсегда. Лишний, ненужный, бессмысленный человек. Он знал, его пытались устранить физически. Он знал, за ним следили. А в 1962 году самолет, на котором он летел в Австралию, специально посадили в дружественном СССР Каире. Всех пассажиров вывели, на борт поднялись сотрудники КГБ. И если бы стюардесса не заперла бы Нуреева в туалете и не сказала, что замок сломан, его бы схватили и доставили в Москву. Но самое страшное, что ему пришлось пережить, это психологическое давление на его близких. И когда Рудик остался в Париже, то это стало моментально известно. Вот, это произошло в пятницу. Пушкину было очень плохо. Несколько раз вызывали скорую, потому что скорая приезжала, ему делали укол, у него гипертонический криз, и зашкаливало давление. И когда я пришла в понедельник, в университет, то уже висел на стенке приказ о моем отчислении из университета. И формулировка была такая «за хроническую неуспеваемость». Тамару отчислили из университета. Отца Рудольфа, коммуниста, политработника публично унизили на партсобрании и исключили из партии. Ну, я была, слушала весь суд, который был 2 апреля 1962 года в городском суде, слушалась дела о враге народа Рудольфе Нурелью. Рудольф был в депрессии. «Я никогда не увижу мать», — рыдал он. И все время звонил домой. И это будет продолжаться все годы, раз в неделю. В какой бы стране мира он не находился, он всегда вызывал мать на центральный почтамт Уфы. И после каждого разговора у него было печальное настроение. В одном интервью 1962 года он говорит, что для него лучший способ сломаться — это сохранять и поддерживать связь с Россией и получать письма родных из России. Он ясно выразил эту мысль. Спецслужбы поняли, что если я буду поддерживать отношения с семьей, то так проще всего заставить меня вернуться. Но этого не произошло. В одном из первых интервью во Франции он сказал, «Я никогда не вернусь в свою страну, но никогда не смогу быть счастливым вашей». Но он выбрал работу. 1 июля, спустя всего две недели после прыжка в Лебурже, он уже танцевал в «Спящей красавице» в составе балетной труппы маркиза де Кюваса в театре на Елисейских полях. А спустя три месяца его пригласила в Лондон в Ковентгарден Марго Фонтейн. И совершенно неожиданно 19-летняя разница в возрасте оказалась не помехой их удивительному творческому роману. Однажды в Нью-Йорке его спросили, «Это ваша мама?» И тем не менее год от года Рудольф становился старше, а Марго моложе. Когда они познакомились, Нуреев предложил Марго станцевать вместе в балете «Видение розы». Но Марго отказалась, ссылаясь на уже не юный возраст. Когда спустя 17 лет Рудольф и Марго танцевали вместе в последний раз, они выбрали балет «Видение розы». Разве такое возможно? Оказывается, да. В Вене на спектакле «Лебединое озеро», где танцевали Нуреев и Фонтейн, занавес поднимался 89 раз. И сегодня этот рекорд не побит никем. его стиль танца выдавал сильный мужской характер. Но как только вы начинали с ним говорить, брать интервью, оказывалось, что голос у него вот такой, совсем нежный и тихий. Такая двойственность выглядела очень мило. В его танце был эротизм, потому что для него не существовало никаких табу. Он танцевал, как и жил, с огромным сексуальным аппетитом. Так писали о Нурееве, а еще называли сексуальным развратником и великой куртизанкой. Когда я говорю, что у него был мужской стиль танца, это не совсем верно. Потому что он всегда говорил, что ему бы хотелось танцевать, как женщина. И он всегда следил за тем, как танцевали девушки. Он знал даже женские роли. И когда смотришь его балеты, где он танцует с Марго Фонтейн, то непонятно, кто это. Ни мужчина, ни женщина. Это танец сам по себе. Нуреев в нем становился совершенно бесполным. Многие говорили, что он словно какое-то животное. Не танцор, не танцовщица, а гепард, леопард, кошка. Его танец оргия. Его зрители дикая орда, которая визжит и рыдает. Идол, секс-символ. Авиакомпании задерживали рейсы, когда самый почетный пассажир опаздывал. Зрители целовали пол, по которому он ходил. Просили, чтобы он поставил свой автограф на щеке, чтобы потом сделать татуировку. И это все тоже о нем. А его харизма на сцене. Когда он появлялся на сцене, все смотрели только на него. Это было просто невероятно. На сцене могло стоять 80 танцоров, но вот появлялся он и бах. Появился и бах. Это тоже о нем. Для зрителей магнетическая харизма. Для партнеров и коллег чудовищный характер. Многие говорят, что там, ну, Нуреев это такой хам, он вечно хамил. Не было со мной такого. Для меня он был такой чересчур раскрытый, чересчур вольный на сцене. Али Осипенко повезло. А вот Марго Фонтейн могла бы рассказать, как на репетициях дело доходило чуть ли не до драки. Хотя потом на сцене была любовь и нежность. А Наталья Макарова могла бы рассказать, как однажды в «Лебедином озере», вот она, актерская зависть. Но Реев не только не бросился ее ловить, но и специально отошел. Она упала, больно ударилась. А знаменитая французская балерина Элизабет Платель могла бы рассказать, как Рудольф запустил термосом ей в голову. И все от большой любви и от стремления к совершенству. «Я вспоминаю балет Раймонда, его первую постановку в качестве директора оперы. Целых две недели ушло на постановку фантастического вальса, являвшегося для него самым важным в балете. Это позволило ему узнать каждого танцовщика. Его желание сделать движение трудными всегда критиковали извне, но мы-то это ценили». В 1983 году Рудольф Нуреев возглавил Парижскую оперу, старейшую танцевальную компанию в мире, созданную еще в 17 веке королем солнца Людовиком XIV. И это было логично для его судьбы. Он пересек Ла-Манш и вернулся в Париж, где началась европейская глава его жизни. И хотел в дом классического танца вернуть классические балеты Мариуса Петипа, которые он знал наизусть и уже многие годы ставил на других европейских сценах. В парижской опере Де Нуреев вошло только «Лебединое озеро». И вот приехал Нуреев с полным чемоданом великих балетов Петипа, которые танцевали в Кировском театре. Именно это для западного мира оказалось очень интересным. В опере он поставил Дон Кихота, Раймонду, которые были неизвестны на Западе. Позже он поставил Бейдерку, вернул к жизни Щелкунчика и сделал новую редакцию «Лебединого озера». Иными словами, он подарил опере тот репертуар, который до сих пор идет на этой сцене. за всю свою карьеру Нуреев поставил на Западе 130 балетов. Из них самые лучшие это его авторские интерпретации балетов Петипа. мне довелось близко общаться с ним во время турне балета «Жизель». Я помню, как он сказал мне, да, когда смотришь, как изгибаются танцовщицы Кировского, это так великолепно. Такое впечатление, будто льется дорогое вино. Прекрасное сравнение, в нем много смысла. Нуреев лучше других знал достоинства и недостатки своего тела. И достоинства всячески подчеркивал. В молодости он ненавидел балетные костюмы, эти мешковатые штанишки, скрывающие фигуру. И однажды, еще в Кировском театре, во втором акте балета «Жизель», решил выйти в белом, облегающем трико поверх специального балетного бандажа. Это был скандал. Антракт затянулся на час. Рудольфа не выпускали на сцену, но он настоял на своем. Когда же наконец открылся занавес, консервативная советская публика была в шоке. Все решили, что принц Альберт забыл надеть штаны. Но костюмом дело не ограничивалось. Нуреев хотел, чтобы его тело научилось разговаривать. И добился этого. Западные артисты танцуют ногами от бедер до стоп. Нуреев танцует всем телом, писала о нем критика. Он был действительно одержим балетом. После операции сбежал из госпиталя и с трубками в животе танцевал фавна. На скалу он влез, а спуститься уже не смог. Пришлось снимать со скалы на руках. И всю жизнь, несмотря на статус мегазвезды, сам штопал себе балетки английским крестом. И оказалось, совершенствуя себя, он совершенствовал и хореографию в целом, и не только как танцовщик, но и как хореограф. Нуреев поднял мужской балет на принципиально новый уровень. В тот период танцоры-мужчины все еще оставались в тени партнерш-танцовщиц и исполняли роль, скорее, носильщиков-балерин. Когда пришел Нуреев в роли хореографа, он заявил, что важны оба исполнителя. По ДД это встреча двух людей. Возникла такая замечательная трактовка. Если один из двух танцоров в ПДД немой, то тогда любовный диалог невозможен. Лично я танцевала очень мало с Нуреевым. Я была слишком высокого роста для него, но мне посчастливилось танцевать вместе с ним в Лебедином озере и особенно в третьем акте Байдерки в Королевском балете. Я чувствовала, что все его тело участвует в танце. однако в Парижской опере он не только ставил балеты, но танцевал и руководил труппой. И жизнь на вулкане с таким руководителем никто не отменял. Когда он пришел в Парижскую оперу, все думали, что из-за его вздорного характера у него ничего не выйдет. В раскаленном воздухе слово «забастовка» стало привычным. Этуали мужчины негодовали. Из 140 спектаклей в сезон 40 патрон забирал себе. Грубо ругался, психовал, каждые три недели диктовал секретарше заявление об уходе. Отменил семейную жизнь всей труппе, ведь у него-то семьи не было. Мог до двух ночи обсуждать планы и распределение ролей, а в 8.30 ждал всех в классе. Однажды запустят в костюмершу стакан с водой. Медленно его переодевала. Потом дал педагогу пощечину. Пришлось выплачивать компенсацию. Труппа регулярно находилась на грани нервного срыва и требовала отставки директора. Так, в любви, согласии и творческом взаимопонимании прошли 6 лет. Я думаю, что это как человеческие отношения. Нужно было доказать Рудольфу, что ты соответствуешь его требованиям. И если кто-то был такой же сильный, как он, сильная женщина рядом с ним, он очень это ценил. Он требовал преданности. Конечно, нельзя отрицать, что иногда были острые моменты. но это был человек, живущий сценой. Я думаю, что он желал умереть на сцене. Я никогда не замечала у него пренебрежения к кому-либо. Но сам для себя этот человек был настоящей проблемой. Человек-чудовище. Он мог на торжественном приеме запустить тарелку в стену только потому, что шведский стол предполагал самообслуживание и при этом прокричать. Нурееву всегда подают. А мог уйти в середине обеда в присутствии английской королевы только потому, что внимание было отдано королеве, а не ему. Он жил по принципу «жизнь коротка, делаю, что хочу». А свидетели его поведения цепенели, недоумевали, ужасались. Что это? Темперамент, страсть, невоспитанность. Но те, кто был к нему привязан, объясняли его душевные порывы гораздо проще. Несмотря на возраст, он был эмоционально незрел. Отсюда агрессивность, жестокость, как у ребенка. И все же молодые танцоры парижской оперы его боготворили. Мне кажется, что Нуреев до прихода в оперу был скитальцем, а придя сюда, он нашел свой дом. Свой дом. Понятие непостижимое для сознания Нуреева. Да, у него был прекрасный дом на набережной Вольтера в Париже. Еще замок в Лондоне, квартира в небоскребе в Нью-Йорке, ранчо в Вирджинии, остров недалеко от Соренто. А еще были сцены разных театров, где он традиционно проводил вечера, но где действительно был его дом. В конце концов, я думаю, что Париж стал для него местом, где он мог бы жить. У него были друзья, но в жизни он был одиночкой. Быть другом Нуреева это великая честь. Очень сложно сказать, полюбил ли Нуреев западную жизнь. Я думаю, что ему здесь нравилось. Нравилось быть свободным. Нравилось то, что он мог здесь зарабатывать, мог танцевать с теми, с кем хотел. Но мне кажется, в глубине души он всегда оставался русским. Однажды он сказал, я здесь чужой. Надо уметь держать дистанцию, чтобы тебя не захватили врасплох, говорил Рудольф в 1984-м. А незадолго до смерти признавался, что все годы, пока работал в Парижской опере, ждал, что люди придут к нему. И в конце концов купил собаку. Назвал ее Гемми. По-гречески это означает половина. У него были любовники. Три любовника, которые много значили в его жизни. В дружбе он был очень верным. У него была потребность, чтобы любили его. В молодости у него были гетеросексуальные отношения. Но в женщинах он видел только танцовщиц. Он боялся любви. Боялся собственной беззащитности, уязвимости, когда тебя могут отвергнуть. Лучше случайные связи, чем такая боль. Он был чувствителен и раним. И очень одинок. Будучи иммигрантом, он всегда очень тосковал по России. Быть вдали от России и от матери для него был очень трудный момент. И это его буйство, танцы, опьянения танцем, когда он выходил на сцену каждый вечер. Это был способ забыться, потому что ему очень не хватало родины. Всю жизнь этот человек-чудовище. Скандалист и грубиян хотел увидеться с матерью. Они не виделись 26 лет. И все эти годы он добивался для нее визы. И даже признавался, если бы спецслужбы отправили мать за ним, еще неизвестно, как бы все обернулось. А над ним откровенно измывались. Много раз сообщали, что визу дали. Он оплачивал билет, но в последнюю минуту приходила телеграмма, что его матери в самолете нет. В 1976 году, после 15 лет разлуки, Рудольф официально обратился к президенту США Джеральду Форду и британскому премьеру Гарольду Уилсону с просьбой оказать давление на Брежнева. Через год Нью-Йорк Таймс опубликовала открытое письмо Кремлю с просьбой дать возможность увидеться с матерью. По всему миру самые видные деятели искусств собрали более 10 тысяч подписей, чтобы только Рудольфу и Фариде разрешили встретиться. Но Кремль безмолвствовал. В итоге, в 1980 году в Европу выпустили его сестру и племянницу. Он поселил их у себя, финансово обеспечивал, а маму так и не выпустили. Я думаю, мама – это дом, душевный приют. Разрешив сестре и племяннице приехать и запретив встречу с матерью, советские власти укололи Рудольфа в самое сердце. В ноябре 1984 года он узнал свой диагноз – медленное умирание. Оно длилось еще 8 лет. Но он жил так, будто никакого отмеченного срока не было. И было многое, что он должен был обязательно успеть. Я думаю, что он всегда хотел вернуться в Россию. Он часто говорил, что ему бы этого очень хотелось, но если он поедет, то больше не сможет вернуться обратно на Запад. Но ведь он вернулся. Это случилось через неделю после падения Берлинской стены. Он приехал на Запад за полтора месяца до того, как была установлена Берлинская стена, а вернулся через неделю после падения Берлинской стены. Это так символично. Вначале он хотел приехать в Кировский с Марго Фонтейн, чтобы все увидели и поняли. Потом вместе с Парижской оперой, чтобы все увидели и поняли. Но приехал один, и все увидели, и каждый понял что-то свое. Это, конечно, был не тот уже Рудик Нуреев, который когда-то оставил этот театр. Конечно, ему было очень трудно. Конечно, он был уже болен. Но в тот момент мы не относились к этому, как оценить его как танцовщика. Понимаете, это все равно, что встать на колени и поцеловать эту сцену. Возврат равен вот такому. В те ноябрьские дни 1989 года Ленинград лихорадила. Нуреев, Кировский, Сильфида всего два дня. Казалось, весь город говорил только об этом. Его партнершей была 20-летняя балерина Кировского Жанна Аюпова. Мой педагог Кургапкина, Нинель Александровна, она очень дружна была с Рудольфом. И, по всей видимости, они это решили вместе. Ну, представляете, в общем, мое состояние, когда мне педагог это сказал, потому что для меня это был человек, такой, как небожитель вообще. И вот небожитель пришел на репетицию в Кировске и встретил там женщину, которую не видел 28 лет. Она давно была замужем, у нее взрослый сын. Нежно разговаривали, вообще все. А потом, после репетиции, которая произвела на меня очень тяжелое впечатление, я думала только об одном. Зачем ты танцуешь? Я видела всякого. Я все пойму. Но в зале будет 90% людей, которые придут смотреть великого Нуреева, про которого столько писали, столько говорили. А на репетиции он, например, танцевал с Эльфидом, там очень нетрудно вряться. Он не мог ее с одного раза потанцевать. Он начинал танцевать и падал на пол. Но я у него спросила, Рудик, у тебя что, ноги болят? Ну, понимаете, вот я не знала сказать, как, Рудик, это ужасно, зачем ты приехал? Он сказал, нет. У него сразу тон был вот такой, нет, у меня ноги не болят. А что? Он очень на меня обиделся и сказал такую фразу. Придется пережить. На что я ему сказала, Рудик, я столько пережила, что этот уж, я точно переживу. Вот. И мы с ним поссорились. А потом он вышел на сцену, ту, которую был готов целовать. И когда вот была первая встреча, когда он по своей роли просыпается, я была, честно говоря, поражена, потому что до этого я со многими танцевала, этот спектакль, и такого Джеймса у меня вообще никогда не было. Меня поразило, когда он на меня посмотрел. У меня вот просто мелькнуло в голове, что да, это действительно невероятное обаяние. Он на сцене просто вот притягивал внимание, что это было что-то невероятное. Такого вообще никогда у меня не было ни с одним партнером, ни в одном балете. У него вот эта энергия шла, и это было очень здорово. Это эгоистическая вещь. Я хотел танцевать на этой сцене. Обе ноги были в связке порваны. Я танцевал. Скажите, кто в этой стране может показать, что они могут танцевать лучше, когда им 23 года, 20, 19, 35, а мне 52. Я знал людей, которые полюбили танец примерно в то время, когда появился Нуреев, в 60-х годах, и которые перестали ходить на балет в день смерти Нуреева. Ему предложили на выбор два парижских кладбища, Монмартр и Монпарнас. Но он сам выбрал русское кладбище Сен-Женевьев-Дубуа. У него всегда была ностальгия по России. Когда его мать умерла, он был в Нью-Йорке. Он позвонил одной русской подруге, жившей на Пятой Авеню. Они встретились, чтобы поужинать и вместе. И в тот же вечер пришел Барышников. В тот момент ему нужны были только русские друзья. Жизнь, которую он прожил, и жизнь, которую он мог бы прожить, несопоставимы. Да, он и не сопоставлял. Но в области чувств рассудок всегда в проигрыше. И там, где было сердце, всегда жила боль. В начале острая, потом соднящая, потом привычная. Разве совершил этот гений танца человек, отмеченный богом преступления, за которое заплатил пожизненной разлукой с домом, с близкими, с матерью? Он так и не купил избу в Уфе и пережил мать, которая при встрече его не узнала всего на пять лет. Но на далеком острове Сент-Бартолеми в Карибском море он купил деревенский дом и назвал его по-русски «Дача». Обыкновенный, деревянный, очень скромный дом. Свободно прилетая в этот дом и улетая из него, ему всегда казалось, что он побывал в России.